Первый рабочий день после каникул оказался весьма нервным для многих жителей краевой столицы. Около 9 утра в гимназию номер 4 поступило анонимное сообщение о минировании. Из учебного заведения массово эвакуировали учеников и персонал. На место выехали все экстренные службы. Здание проверили, но, к счастью, взрывное устройство не обнаружили. Моя коллега Елена Катаева тем временем подготовила краткий обзор происшествий минувших каникул. Лена, здравствуй. Спокойно ли? Прошли праздники. Приветствую. К сожалению, аварий и пожаров в выходные было достаточно. Вот некоторые из них. 2 января на дороге в Соликамске пострадал юный березняковец. Авария произошла днем на улице Революции. Девушка-водитель отечественного авто объезжала препятствия и выехала на полосу встречного движения. Там она допустила столкновение со встречным автомобилем Деонекси. В результате столкновения пострадали двое – пассажир ВАЗа и 12-летний пассажир Некси. Подростку назначили лечение на дому. Стоит отметить, что несовершеннолетний пассажир был не пристегнут. Еще одно серьезное ДТП на уже на трассе Пермь-Березняки произошло 6 января. Легковой автомобиль буквально разорвало на две части. По словам очевидцев, аварии водитель был пьян. Столкновение произошло на 85-м километре автодороги. Автомобиль Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo. В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. Его доставили в больницу. Что касается пожаров, то березняковские огнеборцы выложили в соцсети отчет о проделанной работе. Вот что они рассказали. 1 января 18.39 диспетчер получил сообщение о том, что по адресу улица 30 лет Победы из подвала третьего подъезда идет дым. Информация подтвердилась. В здании горели электрические кабели. 2 января в половину шестого утра на улице Жахтерская горела кровля дома. Площадь пожара была весьма внушительная – 96 квадратных метров. В результате пожара сгорела кровля, обгорели стены дома снаружи, стены пристроя снаружи и изнутри. В этот же день, чуть позднее, огнеборцы отправились тушить пожар на улице Дачная. Там загорелась баня. В результате пожара обуглились стены внутри парильного отделения. Утром 3 января пожарные выехали на улицу Мира. В подъезде многоквартирного дома стоял запах дыма. На месте спасатели выяснили, что горело одеяло и постельные принадлежности в квартире, расположенной на третьем этаже. К сожалению, на пожаре пострадало не только имущество, но и человек. Он получил травмы. Спасатели вынесли погорельца при помощи маски, спасаемого на свежий воздух. На этом у меня сегодня все. Алина? Что ж, спасибо, Лена.